Время подходит к обеду. Это у нас находки с утра до обеда. Но мы правда халявщики, халтурщики. Мы не шуфим, мы просто верховые копали. Все цари, ребята, царей, советов нет. Вообще класс. Ну, Русик, наверное, из прошлого копа завалялся. Да, да, да. Короче, вот так вот, ребята. Я думаю, неплохо на выбитом-то месте, да? Да, да. Вальчик к нам придет. Молодцы, ребята. Давай. Все, давайте, давайте. Что-то я это... Это голубой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Когда мы с тобой на... Это... Вот, наплакался, что тебя нету... Чего ты поднял? Никто никогда не плакал! Чего в первый же день ты поднял? Копейку! 1890... Ребят, у меня есть даже видео, как он танцевал, ребят, он прям... Нет, это было... А, ты копейку 25-го поднял! Да, копейку 25-го! Как я вам сказал... Стас у нас фартовый... И свое, как говорится... Погоняло... Он оправдал первой находкой... И первый... Удачный... Одна копеечка 1925-го! Вот вам и Фишер... Четвертый... Мои поздравления, Сасян! Мои поздравления! Мои поздравления! А где твой танец? Четвертый... Вот та-та-та! Это у нас Стас всегда так концует... Когда я первую манитуку Сашку поднял! Вот так он плясал! Вот так вот! Ладно! Продолжаем! Вот он, смотрите, бородатый! Счастливый! Фартовый! Ребят, со мной связался, начал копейки 25-го! А до этого пробки копал! А до этого золото копал постоянно! В общем, ребята, к чему? К чему, ребята? Как раз приехали от компании, сейчас мы сделаем закуску и будем поздравлять Рустика с днем рождения! Конечно же, мы по традиции всю свою компанию снабжаем вот такими камуфляжами! И сегодня, ну, уже рассказал Ёшкин кот, Рус у нас получит такой же камуфляж! Так что Рустика, сейчас будем поздравлять! Но я думаю, это... Не ну, давайте заснимем! Все-таки уважаемый человек! Все вы его знаете! Рустам Туктаров! Но лицо он не афиширует! Вот! Слышали шум?! Пацаны, которые приехали, они накачивали себе кровать, ребята! Они приехали. У нас есть матрас, у нас есть все удобства. Да, ребят, у них там, блин, что только нет. Вплоть до горячей воды. Да, биде тоже стоит. Короче, мы сейчас поздравим. С удовольствием. И с ночной, ребята, пойдем с фонариками верховые собирать. Так что, если на хокке будут, вы увидите. Ну и еще про челлендж, ребята, вы знаете, да? Я его вам все-таки завтра утром расскажу и покажу, в чем будет заключаться. Кому повезет выиграть, он просто охренеет. Так что, ладно, продолжаем. Итак, ребят, пришло время поздравить Рустика. Как раз пришло время темноты. Нам пока делать нечего. Костер горит, мясо жарится. И мы хотим поздравить Рустика с днем рождения. Все, моя команда, именно одета вот в такое обмундирование. Серега. У нас все, все на днюху мы поздравили. В общем, за рюмочкой хотим и поздравить нашего именинника. Сколько там тебе уже? Четвертый десяток. Скромный, да? Как баба говорит. Да, да. Вот, и хотим поздравить. Ребята, вот он пакетик. Я думаю, сейчас Рустик как раз его обновит, попробует. Потому что у нас был дождь, он промок, замерз и сейчас оденет. Так что, Рустик, ребята. С днём рождения, Рустика! Красавчик! Даже Кинг поздравляет, ребята. Вот. Ну, а мы продолжим, наверное, без вас в застолье. Посидим, наверное, полчасика, часок и пойдем на ночной коп собирать находки. Потому что Стас, Илюха, они рвутся у нас в бой. Хотят. Потому что мы наковыряли уже до пикища. Серебра, Катя, Лиза, Анна Ивановна, Павел Первый, Александр, Николай. Все-все-все у нас есть, ребята. Так что и им тоже нужно найти. Так что все. Все-все-все. Ребята, в честь дня рождения Серега решил сультовать. Сколько салюта там чего? Пускай гавкает, пускай гавкает. Серега решил сультовать. Ну, огонь! Знаешь, на какую кнопку-то нажимать, а? Пока нет. Пока нет? Ты, б***ь, сними с предохранителя. Ботаник. Я... Аккуратно. И отходи. Все, и все нажимали. Смотри, как пуля! Ребята, доброе утро. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Просто ветрено и холодно. В общем, я проснулся. Некоторые пацаны вон процедуру водные принимают. Женька сейчас уезжает. Он раньше всех встал и поехал на шурф. В общем, на шурфе он нашел достаточно приятную находку. Единственная пока сегодня классная вещь. Я вам ее еще продемонстрирую. Просто на сегодня это самое лучшее, что можно найти. Он на шурфе. Его поднял рано утром. Вот. А сейчас находки. Женька собирается пока, а я сделаю обзорчик. По находке, ребят, получилась вот такая медаль. Это крымская, ребята. Ага, Женька вам еще показывает стекло царское. Сапуска, как говоришься. Подставу шурфовшим? Да. Хорош, хорош. Вот. И вот такая вот медаль. 1904-1905. Зачетная медаль. Всевидящая ока. Класс. Если не ошибаюсь, это японская война. Ну а сейчас, по традиции, окунемся в историю происхождения этой медали. 26 января 1904 года японские корабли под командованием агмирала Того внезапно, без объявления войны, атаковали русскую эскадру на рейте Порт-Артура. Силы были неравны. Японские корабли были лучше, быстрее и больше по количеству. Скорострельность орудий японцев составляла 360 выстрелов в минуту. У наших пушкарей всего 134. Скорость японских кораблей 18-20 узлов, а наших 15-18. Это и сыграло решающую роль в исходе войны. Русские войска потерпели поражение. Окончание войны армейские чиновники решили отметить медалью в памяти русско-японской войны. Медалью Русской империи для награждения военных, участвовавших в русско-японской войне, а также для награждения медицинских работников и священников, состоящих на службе, штатских лиц, отличивших военных действиях. Эта медаль была учреждена 21 января 1906 года по указу императора Николая II. Медаль имела три основных варианта. Изготавливалась из разных новометаллов. Из серебра, бронзы и темной бронзы. Медалью из разных металлов вручались разные категории награждаемых. Серебряный вариант предназначен для награждения защитников Куантинского полуострова и Порт-Артура. Награждены были все лица, участвовавшие в данных военных событиях, в том числе даже жители Порт-Артура, участвовавшие в ее защите. Вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам, независимо от звания и должности, в том числе добровольцы, которые побывали хотя бы в одном сражении против врага, на суше или на море. Медалью из темной бронзы были вручены военным, не принимавшие прямого участия в боях, но состоящие на службе в действующих армиях, находившиеся до ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали и Самаро-Златоузской железной дороги, отчекания на 45 тысяч серебряных. 700 тысяч светлой бронзы и 750 тысяч темно-бронзовой медали. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображено всевидящее око, окруженное лучами. В нижней части вдоль бортика надпись 1904-1905. На оборотной стороне горизонтальная надпись. Надпись славянским шрифтом в пять строк. Да вознесет вас Господь в свое время. На этом и все. Теперь вы знаете об этой медали. А сейчас возвращаемся на коп. Приятного вам просмотра. Ребят, в общем, мы все никак не отправимся. Сначала был дождь, сильный ветер вообще. А сейчас смотрите, блин. Снег. Град. Смотрите, какие хлопья. Ёшки, вот смотрите. Прям, блин, в таких вот условиях. Мы копаем, еб ты. Прям, блин. Ну ладно, козырек здесь большой, мы кайфуем. Ветра нету. Вообще зачетно. Пару слов, Стас. Как вы вчера копали? Да, хорошо, копали до 4 утра. Да. Что дальше было? Дальше спать пошли. Нет, дальше мы покушали. А доширак, как же, блядь. Во время дождя, да? Да, дождь палил как раз, вовремя все. Бабу, пойдем ли пить снежное? Бабу. Илюх, что скажешь, ты, как ты вчера покопал? Я поспал. Пацаны приехали, ребята. Спать мне-то вообще зачем. Пацаны приехали, самое главное, отдохнуть с нами, познакомиться. А копать они, я так понимаю, что-то не горят желанием. Да, Илюх, не охотно? Маска нормальная, кстати. Погода не качит. Я всегда ей пользуюсь. У нас вообще экстремальная такие сейчас обстановка, блядь. Серега убежал в машину. Смотрите на Илюху. Он пытается сейчас сюда снять на телефон и отправить домой. В каких мы в условиях сегодня отдыхаем. Меня домой отправить? Ладно, ребят, мы копать все-таки будем. Будем, будем, будем. Ребят, камеру прячу от ветра. Ямка неглубокая, сигнал был хороший. Вот она выкатилась. А что за монета? Ну, это у нас копейка. Николая. 1894 год. Как раз первый год правления. Если не ошибаюсь, поправьте. Вот такая вот копеечка. Сегодня первая. После бури, ненастья, погода вроде наладилась, но ветер жуткий. Все в глаза летит. Короче, все копают. Кто-то шурфит, кто-то отдыхает. Итак, ребят, прилег. Ответ распрятал. Вчера у меня было аж вот таких 6 чуд. На сегодня это первое чудо. Вы понимаете, да? Это у нас серебро. 25-й год. Пятнашечка. Хорош. С почином сегодня меня. Серебро сегодня первое. Класс. Зачетно. Сохран хороший. Самый ближний, кто ко мне, это Серега. В метрах стах. Он там, в кустах. Ну, мы верховые между дымовыми ямами смотрим. Верховые есть. Ребят, вот из этой глубокой ямки я устал копать сигнал. Фиг пойми. Смотрите, какое чудо выскочило. Смотрите. Это колокольчик. Колокольчик. Надеюсь, язычок будет. Если будет, вообще шикардос будет. Сомневаюсь. Редко, когда находятся колокола, бубенчики. Чтобы там внутри что-то было. Вот такой вот зачетный, красивый. Класс, класс. И так, ребят, два комрада уезжают. Это, который с нами сегодня познакомился. Костяныч и Андрюха. Давай, перебери, что там интересно, ребята. Основная масса находок шурфа. В частности, советские царики. Все верховые. Самое интересное, это пятак. Пятачок. 871-й. Так, дальше. По-моему, полушечка. А, деньга где-то у тебя затерялась. Копеечка. Царская копеечка. Ну, у нас кучи. Так, и... И где-то еще одна денежка, да? О, смотри, с какой рубля, ребята. 64-й год. Рубас. Говорите, рубля не поднимаем. Поднимаем. Так, вот эта красивенькая. Крейсер Аврора. 20 копеек крейсер Аврора. Так, куда идут языки? Ну, вот, в общем, где-то... Сколько? Ну, штук, наверное. Больше полкинг. Больше 50. Угу. Ну, неплохо, я считаю. Сейчас деньгу еще надел. Да ладно, деньга. Ну, что, в Африке она и деньга. Вот, сейчас я находки еще Андрюхина покажу. У него, ребята, поболее. Тоже шурфа. Ладно, Андрюхин находки. Находки Андрюхина, говорит, в ладошку у нее месяца. Давайте я с его двух ладошек буду снимать. Андрюх, давай это поближе сюда к машине, а то там ветер жуткий. Ох, смотрите, сколько, ребята, чудес. Пуговка орлянка. Обычная на пушках? Обычная. Так, в основном, ребята, советы, да, есть, старик? Нет. Нет. Ну. Так, серебро есть. Хорошо. А то уже пятнашку сейчас с 25-го поднял. В общем, ребята, ранние-поздние советы. Две орляночки. Хорошо. В общем, больше 100 монет шурфа. Но основная масса, ребята, ну, после реформы 61-го года. Тут уж приятно. Пусть и монеты габенные, но все равно приятно. Вот такая куча. По количеству чемпион. Да. Что за прибор? Ванешь. 440. Ребята, это не реклама. Ладно, спасибо, Андрюх. Ну, а мы пошли свои искать. Да, Кингуль? Пошли. Ребята, с Кингом мы копаем, он устал. Ямка. Смотрите, ребята. И вот моя ямка. Видите, да? Между ними только лопата. Ямочка. И вот она у меня, красавица, очередная, ребята. Сегодня прям реально серебряный шурфа. И все 23-го года. На этот раз 10 копеек. Сохранчик, как вы видите, отменный. Вообще хороший сохран. Да. Классно. Сейчас одних комрадов проводил. Накопали на двоих около двухсотни монет. В основном на шурфе. Но мы сегодня не шурфим. Я сегодня вверха собираю. Причину уже вам говорил, озвучивал. Пока погода позволяет, надо собирать вверха. А шурфить мы всегда успеем. Так что идем. Итак, ребят. Еще одна машина уезжает. Вот, Стасян, Компанистик и Илюха. Вообще. Вот, что мы идем. Разъезжается наша команда. По домам. Ладно. Счастливой дороги вам, цены. Так, ребята. Еще одна машина уезжает. У нас лагерь находится там. И все, кто уезжает, подъезжают попрощаться. Ну, а я пользуюсь случаем. Делаю обзор. Что у нас Серега там. Ну что, ребят. Серега раскладывает свои находки. Ну, я думаю, по верхам это хорошо. Да, Серег? Ну, да. Я бы хочу сказать даже удачно. Причем все царские. Я только что хотел сказать про все царские. Так, что тут у нас вкусная? Вкусная двушка. Двушка. Александровская. Так, а где-то здесь Еревода. Вот и Елизавета. Елизавета, ребята. А это Екатериниевская. Она заляпана. Мокрая была, видно. Да? Екатерина. Да, вон, видите, ребят. Екатерина. Да-да-да. Затем что? Игровая. Это яр поднял. Да-да. Вот это непонятно. Это двушка, Павла. Может быть. По размеру. Совет. Царь. А чем за царь наш? Одна. Павловская. 1800 год. Две копеечки царства. Две копеечки. Что такое? А, я только что показал. Вот, последняя находка Серегина. Это А2. Нормуль. Ну, и два совета затесали здесь. Ну, в принципе, классно. И вот, ребят, металлопластика. А, пугайцы, но это же прикольно. Внизу серб-молот. Ага. Ром-тром-тром. Ром-тром-тром. Да-да-да. Вот так вот откопал Серега. Ну, я считаю, неплохо. Пойдет. Отработал Ванч. Ну, ладно. Пока. Удачи. До новых встреч. Остальные там долго еще будет? Они меня ждут, мы сейчас поедем. А, все уже? Блин. Тогда я сейчас приду и тоже поеду. Ладно. На ветрищку, да. Итак, ребят, пришло время с вами попрощаться. Было классно. Что нашел я, я покажу вам сейчас обязательно. Получилось? Хорошо. Хорошо. Это еще учесть то, что ходил по верхам. Я не шурфил. Пацаны шурфили кое-кто. У некоторых более ста монет. Да-да, ребята, вы видели. Вот. В общем, день был классный. Были новые пацаны, которые просто-напросто, может, в кадр где-нибудь попадет. Но они просто довольны, что встретились, приехали, отдохнули. Не главное находки. Самое главное то, что компанейская у нас такая команда состоялась сегодня. От души отдохнули. Много съели. Много выпили. Рустика поздравили. Одели его, как все нормальные люди. В общем, выстрелил сегодня хорош тем, что был катен пятак. Очень шикарно, с охрана. Затем киотный крест. Самый начальный, самый ранний. Потом серебро поднимал. Напоследок женек перед уездом поднял медаль за японскую войну. Ну и у меня вот еще сейчас выстрелил колокольчик. Ну, к моим, давайте, находкам. И я потихоньку поеду. Да, кстати, ребята, извините, что я в течение видео говорил, что будет у нас небольшой челлендж. Ветрено было, ребята, объяснять, что, как, зачем и почему. Давайте в следующий раз, в следующем на копе. Потому что все пацаны разъехались. Я их просто оповестил, как что они меня поддержали. Вот, так что в следующем выходе я вам расскажу суть самого челленджа. Кто выиграет, будет один из самых счастливых. Вот, так что в следующий раз объясню. Извините меня, пожалуйста. Ну, а сейчас давайте по находкам. По находкам получилось у меня просто сегодня не очень густо, как обычно. По 50 монет. Сегодня получилось вот так. Ребят, по шмурдику давайте гильзы я собираю. Те, которые у нас имеются с надписями. Это кайнок. Вот, из них я делаю панно. Доночки отрезаю. Вот такие вот вещи тоже я собираю. И с цифрами. Цифра 17. Есть коллекционеры, которые прям, ребят, покупают. Вещи эти покупают. Колокольчик, ребят. Вот такой вот колокольчик. К сожалению, здесь обломано. Вещь достаточно старая. Вот, надписи нету. И колокольчик, ребят, но обычный. Обычный, ничего сверхъестественного нет. Но все же приятно. Давайте пробежимся по монетам. Сначала с рядовыми. К сожалению, есть вот такие вот у меня неприятные сюжеты. Копейка серебром. К сожалению, ушатанно. 42-го года. Трешка. Тоже делали, развальцовывали под кольцо обручальное. Видно, передумали жениться. Советики. Ладно, банально. Вот такой трубль выскочил, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть копеечек. Вот такая вот низкопрофильная двушка. Надеюсь, почистится будет нормально. Двушка 1871-го. Копеечка с серебром. 43-й год. Тоже неплохой сохранчик. Павлик. Тоже у меня сегодня есть. Павел I. Копеечка. Сохранчик будет хороший. Год красивый. 1800-й год. Еще одна. Средний размер. Это у нас две копейки Александровские. Царицы полей. Деньга. Тоже порадовала. Не часто на этой деревне деньгу поднимаем. Вкусняшки, ребята. Вот такой вот. Вы, наверное, не видали. Но давайте я вам в фокусе его покажу. Очень красивая монета. Очень красивая. Рельеф имеется. Наростов нет. Болячек не будет. Хорошо. По серебру, ребята. Получилось у меня вот так. 10 копеек. Девятый год. 10 копеек. Десятый год. 23. 23. 23. 23. И 25. Вот как-то вот так вот, ребята. Вот так вот по серебру. Просто класс. День серебра, ребята. Да. Не часто такое количество серебра. Ну, в целом, ребята, вот. Вот так вот откопал с выбитой деревни по верхам. После того, как деревня сгорела дотла, ребята. Дотла. И находки верховые. Так что шурфить чуть позже. А сейчас собираем монеты. Все, ребята. На этом все. Солнышко вышло. Мы замуж собираемся. Да, и солнышко вышло. Ветер прекращается. Мы все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok